Гуляя по центру Твери, как будто переносишься на 100 лет назад. Свидетели того времени сохранились в городе до сих пор. Как, например, вот это здание на Советской 59. Правда, сейчас оно замаскировано зеленой сеткой, которая скрывает совсем неприглядную картину. На первый взгляд здание кажется заброшенным. Но это только на первый взгляд. При более тесном знакомстве выясняется, дом обитаем, и у него есть хозяин Николай Иванович живет здесь 70 лет с самого рождения. В середине 50-х годов прошлого века двухэтажный особняк населяли многочисленные потомки представителей известных фамилий Твери. Известно, что в конце 19 века дом был собственностью городского главы Георгия Знаменского. Здесь жила тетя Тоня сама, вот эта Знаменская. Отец мой, мать моя и сестра. Все мы здесь родились в этом доме. А внизу еще жили там тоже родственники, они по отцовой линии. Настоящий муравийник, в котором обитали потомки Знаменских Томиловых. По словам Николая Ивановича, тогда было хоть и тесно, но дом не знал проблем. Тетушка следила за этим всем, кроличек вызывала, все. Потом мать вызывала, мы делали. А вот сейчас уже нет такой возможности у нас. Сейчас Николай Томилов плывет как бы по течению. Внешняя оболочка старинного дома соответствует ее изнанке. Холодно, грязно, от былого уюта не осталось и следа. Спартанские условия абсолютно устраивают хозяина. А, как говорится, хозяин-барин. Он хочет только одного – дожить здесь свой век. Но протекающая крыша однажды может помешать планам. Для своего времени этот дом, наверное, был даже типовой. Но время изменилось, и таких домов осталось всего несколько. И каждый из них очень ценен, и каждый из них требует в себе заботы и реставрации. Вопрос реставрации сегодня не стоит по той причине, что около 10 лет назад Николай Томилов стал собственником памятника архитектуры. Да, он вернул свое родовое гнездо в семью, но и тем самым потерял всякую возможность на восстановление здания за счет бюджета. По закону всю ответственность несет хозяин дома. Причем любой ремонт, даже самый минимальный, должен быть согласован с органами власти. Хозяин, пенсионер, ну как это может быть по силам, если кто-то верчит. Но проект обычно это тысячи, все-таки тысячи рублей. Это много, конечно. Плюс проект сделан, а потом потребуется, очевидно, его воплощение. И все это деньги, которые Николаю Ивановичу просто неоткуда взять. Замкнутый круг и надежда разве что только на добрых людей. Но и она гаснет при взгляде на зеленую маскировочную сетку, чье присутствие как бы обозначает здесь дома быть не должно.